Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работу художников и скульпторов Антонио Родригес Эрнандес. Хулио Антонио, известный как Хулио Антонио, испанский художник. Родился 6 февраля 1889 года. Начал изучать скульптуру в местной школе в Тарагоне. Затем прошел обучение в мастерских Феликса Феррера и Гальчерана в Барселоне. Когда ему исполнилось 18 лет, отправился в Мадрид, получив стипендию от депмиссии Тарагона. Там он работал в мастерской Мигеле Блея, одного из самых известных скульпторов Испании того времени. Несмотря на хороший опыт общения с Блеем, он решил уехать и отправиться в путешествие по стране с своим другом-художником Микелем Беладридчем Виллой. Позже они вместе откроют собственную студию и опользуются в Википедии. В 1908 году он создал свою первую крупную работу «Малье Цыганка», которая выразила его собственную индивидуальность и порвала с преобладающими популярными стилями. Работал иллюстратором, представляя рисунки для работы Антонио де Война Севинент и Ухения Ноэля, Рамона Гомеса, Дела Сирена, среди прочих. В тот момент, когда его работы начали получать всенародное признание, он умер от туберкулеза в возрасте 30 лет. Его самая известная работа – памятник тем, кто защищал Тарагона во время войны на полуострове. Он работал над ним с 1910 года и незадолго до своей смерти. Умер в Мадриде 15 февраля 1919 года. В ноябре 2018 в рамках подготовки к столетию со дня его смерти его останки и останки его матери были изгумированы из кладбища в Мадриде и перенесены на кладбище Моро де Эбро. Ну вот так вкратце о испанском скульпторе Кулио Антонио. Антонио Родригес Эрнандес. Кулио Антонио. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.